Да, традиционный подход, когда мы работаем с двуголосием и ключевыми словами являются слова «слушайте друг друга», на начальном этапе, мне кажется, неправильными. То есть слушать друг друга надо уже в тот момент, когда у учащихся сформирован, в принципе, навык пения на два, там, больше голосов. Почему? Потому что есть такой эффект. Если вы когда-нибудь звоните по телефону и говорите с собеседником, и слышите в какой-то момент, что у вас в трубке раздается эхо вашего голоса. И в этот момент происходит что? В этот момент начинает что-то с нашей речью происходить. Она начинает замедляться и спотыкаться. Этот эффект называется эффектом томатиса. И этот эффект заключается в том, что наш мозг с детства приучен, что наши действия голосообразующие и то, что мы слышим, друг с другом коррелируют. То есть я за годы речи, за годы пения, может быть, в один голос, я привыкаю, что вот это усилие, да, мне дает тон такой-то высоты. Я привыкаю к тому, что если я делаю, вот, издаюсь рукой, делаю такое-то движение артикуляционными органами, у меня получается такой-то гласный. И это для меня является ориентиром. Работа над многоголосием, на мой взгляд, трудность работы над многоголосием на начальном этапе заключается в том, чтобы преодолеть этот эффект в связском смысле. Три, пять. И так далее. Да. В какой мере сложности подбирать материал, это уже на ваше усмотрение. Ну, как правило, это соль, но оно разделено порогом, да. До мы держим в трутом режиме. Соль, поем пальцы оттуда режиме. До сливаемся. Расходимся, сливаемся. Расходимся, сливаемся. До. Си, до, си. До, си, до. Чем ваше внимание сейчас занято? Ритмически. Ритмически. Сохранить порядок. Да, там паузы где-то встречаются, да, и ваше внимание занято тем, чтобы сохранить порядок, как все спеть. То есть вы сейчас будете, когда мы сейчас соединим два голоса вместе, будете заняты примерно тем же самым. Да, то есть в уголосе оно уйдет на задний план. А, до, ре, до. О, си. Раз. Каждое свое. Три. Три. Раз, два. То есть всякий раз лук хочет подстроиться к тому, чтобы было красиво. Это указывает на какой процесс внутри нас, что у нас есть некие маркеры, что вот если консонанс, то все окей, если диссонанс, его надо избегать. То есть это установка, от которой композиторы уже отказались, современные. И, соответственно, ну и нам, когда мы учимся, ну, владеваем вот этим все классическим ладом, да, безусловно, там диссонанс подчинем консонансу, требуем разрешения и так далее. Но поскольку здесь у нас еще никакие не произведения, а здесь у нас этюды, мы можем себе позволить, в общем-то, быть ближе к современности и с вами диссонанс и консонанс одновременно. В учебниках по Сальфи, ну, в частности, очень хорошо помню Калмыкову-Крюбкину вторую часть, где даются вот на голубом глазу торцовые движения сразу для начинающих. Или учебники, первая часть учебника Островского, Сальфеджио, Терпургской школы Сальфеджини. То есть там тоже, я очень люблю эти учебники, но с двухголосием, с начинающими по ним работать невозможно. Но именно потому, что сразу торцовое двухголосие трудно. Ля-па, я с вами пою, раз, и. Вот, буксуем, соответственно, что? Соответственно, ритм нам слишком сложный на этом этапе. Не привыкли еще к этому. Ну, обратим мы на то, что сейчас никто не думал, продвигалась. Ну, вот это называется как раз классика романтического воспитания, когда у нас большая секунда стремится разъехаться в терцию. Всегда рассказывал, по-моему, ну, часто рассказываю, еще когда делал диплом в училище, был совершенно уникальный случай. У меня написано в партии тенера, в дивизии тенера, и они там поют какую-то терцию, большую терцию, не особенно удобную теситурму. И первые тенера занижают на четверть тона, вторые завышают на четверть тона. У меня вместо большой терции малая звучит. В общем, идеально абсолютно, безупречная, малая терция. Моя-то задача какая? Ничего не изобретая, ну, и, в общем, мы можем, по минимуму готовясь к этой части урока, прямо скажем, иметь возможность повторять материал и наслаивать новые уровни трудности. В данном случае это у них уже известно. На этом материале я работаю с самого начала, с самыми начинающими. И на этом же материале я работаю дальше на двухголосе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...